давай народ просыпайся привет друзья привет доброе утро я знаю что это жестоко воскресенье в 9 утра доброе утро всем к сожалению как вы видите я за рулем и я не смогу читать ваши вопросы да и я ненадолго я все время в движении на трассе будут возможны перебои с интернетом со связью просто хочу поделиться мыслями определенными я не думаю что нас почти 300 человек и не спится же вам воскресенье утром а мысли следующие вы же слышали да про золотое правило в библии есть строчка и так во всем как бы вы хотели чтобы люди относились к вам так и вы поступаете с ними и очень часто нас когда мы маленькие нас учат этому говорят о том что вот да вот возлюби ближнего как самого себя это тоже можно сказать другая форма трактовки этого правила и и очень часто можно услышать такие слова что типа херня все это не работает ты людям добро а они тебе зло ты для людей стараешься а они в твою сторону клюют да знакома такая штука мол ты о человеке заботишься а он от тебя отворачивается и оказывается правило работает но тут есть одна интересная штука одна интересная штука дело в том что отношения других людей к вам это зеркало не того как вы к ним относитесь и вот сейчас вот внимание это это очень мощное осознание я не знаю поймете ли вы это но для меня это было просто огромнейшее осознание так вот отношения других людей к вам это не то как вы к ним относитесь не то как вы поступаете с ними а это то как вы относитесь к самому себе еще раз то как люди с вами поступают что они о вас думают то как они к вам относятся это результат не ваших дел к ним а это результат ваших дел к самим себе но вот если по-честному да то мы же мы же херово относимся к себе я имею ввиду мы можем себе что-то пообещать а потом переобещать ну как бы с собой же это договориться можно верно едим всякую гадость пьем всякую гадость мы о себе особо сильно не заботимся потому что ну а че я с собой всегда могу договориться и вот теперь если логика следующая если я к себе отношусь ну неуважительно скажем так при этом я то особо сильно так не считаю но не важно если по факту разобрать мои поступки в отношении себя самого тогда я этим наполню то есть если я отношусь к себе неуважительно я наполнен неуважением тогда какую энергию я даю другому человеку когда я делаю какой-то поступок в отношении него да то есть если я наполнен дерьмом если мои руки запачканы в дерьме то даже если я в этих руках преподношу человеку коробку конфет от нее воняет дерьмом тогда с чего вдруг я должен рассчитывать что окружающие меня люди что они будут как-то ко мне относиться хорошо и в этом и есть смысл золотого правила то есть да если ты хочешь чтобы люди к тебе как-то поступали и ты так поступай с ними но кто ты какой ты а чтобы понять кто ты и какой ты это то как ты поступаешь сам собой вот такой инсайд друзья вот такие мысли сегодня с утра в воскресенье поэтому если ты заполняешь себя чем-то прекрасным да плевать как ты поступаешь с остальными потому что любой человек просто не знаю находясь в своем обществе ему будет приятно все даже если ты на него плюнешь я не знаю это как святые я читал книгу про Романа Махарша такой индийский святой и вот его последователи однажды подрались за то чтобы кушать с его листа там не было тарелок такой бедный ашрам в Индии был когда-то и ему ложили рис на листочек и он съедал и потом другие ну и оставлял немного пищи и другие его последователи для них было честью да есть с его листа мы можем подумать это маразм но этот человек просветленный он святой и однажды там случилась драка после чего там Махарша не позволял никому доедать за ним но но почему так к нему относились потому что он определенным образом относился к самому себе так что вот такие мысли ребят с утра а надо признать что мы очень жаждем внимания что для нас важно то как другие люди к нам относятся что они о нас думают и поэтому если мы видим какую-то несправедливость по отношению к себе если мы видим что если окружающие люди как я не знаю нас не любят противоположный пол мы им не нравимся нас не уважают на наши не знаю на наши знаки внимания люди проявляют агрессию или равнодушие то это результат не их плохого воспитания это результат того что мы так поступаем с собой ахо вот такие мысли друзья ладно я заезжаю в туннель так что может прерваться запись это все что я хотел вам сказать сегодня хорошего вам дня хорошего вам настроения на этот день и отличие следующей недели меняйте себя спасибо